В то время как многие люди буквально души нечают в своих питомцах, считают их членами семьи, заводят инстаграм, снимают гигабайты видео, тайком провозят в самолете. Существует и совершенно полярное отношение к животным, бездушное, а порой откровенно жестокое. И в нашем вроде бы прогрессивном веке таких случаев меньше не становится. Есть ли у братьев наших меньших хоть какие-то права? И какая существует ответственность за насилие над животными? Об этом мы беседуем с Игорем Михайловичем Поляковым, адвокатом. Игорь Михайлович, здравствуйте. Рады снова вас видеть в нашей студии. Ну вот расскажите, существует ли все-таки ответственность за такое жестокое отношение к животным? Добрый день. Да, безусловно, в Уголовном кодексе предусмотрена статья 245, так и называется жестокое обращение с животными. Мы о ней поговорим на протяжении всей передачи, потому что содержание этой статьи на сегодняшний день усилено законодателем. Это как реакция на тот всплеск насилия, насилия над животными, выкладывание видеороликов вот с этой вот удалью, какой-то бравадой, какими-то комментариями, при этом не к месту там смешными. Вот. Это все реакция законодателя повлекала с собой виды изменения этой статьи. Часть первой этой статьи говорит о том, что жестокое наказуемо, уголовно наказуемо жестокое обращение с животными, причиняющее им боль, страдания, а равно совершенное из хулиганских, из корыстных побуждений, повлекшее при этом их смерть и любвище. Приведу элементарный пример бытовой. Он зачастую встречается, хозяин выводит щенка на поводке с ошейником. Щенок постоянно лает, это раздражает прохожих, уже раздражает хозяина собаки. Он его подвешивает за поручень и смотрит, наблюдает, как щенок хрипит, задыхается. Вот это пример уже жестокого обращения с животным. Таких случаев много. Зачастую они из хулиганских побуждений, когда вот в публичном месте совершается насилие над животным без видимых причин и для постороннего взгляда это как-то режет взгляд и необъяснимо. Ну элементарный пример. У владельца оружия в доме хорошее настроение, праздничное настроение. Он вышел с ружья, начал стрелять по воронам. Казалось бы, это не домашние животные. Или по чайкам. Птицы падают, смерть раненая. Вот это пример жестокого обращения с животными. В советские времена часто было, сейчас как-то я не обращаю внимания. Вот мы по детству наблюдали, когда зачастую голуби были или без ног, или одноногие. То есть отрезал кто-то ноги, да, или полили, что они там слеплялись, в культу превращались. Вот тоже пример жестокого обращения с животными. Игорь Михайлович, о каких животных идет речь? В самой статье не указывается, о каких животных идет речь. И комментаторы, они по-разному это трактуют. Я сторонник такого более официального подхода. Круг этих животных ограничен. Это звери млекопитающие или птицы? Ну это не о тех живых существах идет речь. Ну то есть это речь идет в первую очередь о домашних животных, которые живут рядом с человеком. Или дикие животные. Лиса на русском острове, если к ней кто-то там применит какую-то силу или жестокость, это также может повлечь за собой ответственность. Давайте я скажу, сразу может быть забегая вперед, барканьерство. То есть без лицензии человек начинает охоту, стреляет в зверя или в птицу. Можно расценить это как жестокое обращение с животным. Что может послужить доказательством жестокого отношения? Если кто-то видит на его глазах какие-то действия и еще снимает, например, это на видео, чтобы зафиксировать. Это будет достаточно, по сути дела. Конечно, свидетельские показания, труп животного, запись видеоролика. Это все наглядные доказательства. Конечно. А с какого возраста наступает уголовная ответственность? С 16 лет. На сегодняшний день, ввиду вот этой волны жестокости, насколько я знаю, уже разрабатываются изменения в закон, чтобы снизить ответственность, опустив ее до 14 лет. С 14 лет, чтобы была ответственность. К сожалению, бывают истории, когда детки еще достаточно маленькие, даже собираются в компании, и вот может по незнанию, а может и уже действительно из-за жестокости внутренней могут так вот поймать какое-то животное и мучить его. И здесь предусмотрена ли какая-то ответственность? Нет, уголовная ответственность не предусмотрена. Но тем не менее, эти их действия могут быть расценены, они в любом случае будут расценены как социально неправильные, противозаконные, и они могут просто быть поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Если животное не погибло, но получило все-таки увечья, здесь есть какие-то законодательные меры? Да, конечно. Статья на сегодняшний день так сформулирована, что не обязательно, чтобы животное погибло, а значит расценят действия вот этого человека как преступления. Нет, оно может получить увечья, и даже не получить увечья, но страдать при этом. То есть какие-то муки животному производятся. Вот эти сами действия уже носят преступный характер. Вот смотрите, бывают такие истории в жизни, что животное, допустим, собака, чья-то, соседская, неважно, сама как-то себя ведет неадекватно, агрессивно, и человек другой, не хозяин, бывает вынужденно применяет в отношении нее какие-то меры. И это в большей степени как самозащита идет. Но хозяин может расценить это как жестокость. Вот как здесь быть? Абсолютно не будет проблем с квалификацией действий. Он имеет право, любой гражданин России, защищаться всеми доступными методами, когда в отношении него происходит насилие или угроза жизни, или здоровья со стороны как человека, так и животных. Неважно, домашнее или дикое животное. Он применяет насилие, даже убивая собаку. Приведу пример. Был давнишний, когда у нас закрыты были, перестали функционеры службы по отлову бродячих животных. У нас, насколько помню, в Первомайском районе, там стаи собак, они гоняли людей, кусали регулярно и на ребенка напали. И мне рассказывали, что мужчина один увидел, как ребенка начали терзать о ней, и он на машине просто сбил эту стаю. Ну, какие-то животные пострадали собаке, это с воем разбежались. Он вынужден был так действовать, чтобы спасти ребенка. Это собаки были бродячие. А если бы это были даже домашние, то все равно в такой ситуации... Конечно. Состояние необходимой обороны, оно предоставляет весь спектр защиты и права на сохранение жизни и здоровья своей. Игорь Михайлович, мы когда рассказывали про, что ответственность существует, мы не уточнили, какое наказание предусмотрено. По первой части, там наказание от штрафа до 80 тысяч рублей, ряд еще наказаний. Не хочу сейчас рассказывать о них, там целое... Ну, достаточно много градаций. Да, много наказаний, да, градаций. И лишение свободы до трех лет, насколько помню, лишение свободы. Но это что надо сделать? Тигра застрелить? Нет, да, тигра застрелить – это вообще краснокнижное животное. Здесь реальное лишение свободы будет. Мы говорим про примитивно к этой статье «Жестокое обращение животных». Но это по первой части. Там есть и вторая часть, где квалифицирующие, отягчающие обстоятельства приводятся. Тогда там миронаказание или штраф. От штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы от трех до пяти лет. Какие это отягчающие обстоятельства? Ну, это, во-первых, групповое преступление. Ну, приведу пример. Подростки ловят кошку, держат ее, обливают хвост, поджигают бензином. Животное визжит, там, ну, как бы, крутится, хвост горит. Вот это групповое преступление. Законодатель исходит из того, что если идет объединение умысла на совершение преступления, то это всегда отягчающие обстоятельства. Приведу другой пример. Другой пункт этой статьи, там их пять отягчающих пунктов. Пункт второй. В присутствии малолетнего. Любое жестокое обращение с животным, любой способ жестокого обращения в присутствии малолетнего, то есть ребенка до 14 лет, это отягчающие обстоятельства. Потому что ребенок не должен это видеть. Его психика только формируется. Она не должна сформироваться таким образом, чтобы видеть еще и у него возбуждалось удовольствие и желание повторить. Дурной пример заразителя. Для него это даже травма была. Это и травма, может быть, да, реакция, может быть, непредсказуема. Поэтому, когда при ребенке это совершается, это всегда как бы отягчающая, да, разумеется, ответственность больше. Есть и такие отягчающие способы, как садистские методы, когда животному причиняются особые страдания, длительные, растянутые по времени, сам способ умершвления, ну, видно, что углумление. Ну, приведу один из примеров, я был очевидец этому. Просто как вот показатель, например, строится коттеджный городок, да, еду возле одного из домов, ну, кто-то, видно, из рабочих, виселицы наделали. Ну, как во времена войны, да, там вешали людей, да, фашисты. И здесь виселицы, и там висят крысы. Это понятно, животные там грызуны, с ними борьба идет. Но ты убил животное грызуна и выкинул, это понятно. Там другое, там проколы, они как бы висели через глазницы, выколоты глаза, понятно, проволока, отрезаны лапы, вспор от живот, и они висят там 30-40 виселиц. Вот сам подход, то есть ты убей грызуна, выкинь, но когда ты вот уже вот это вот проявляешь, вот такой метод демонстрации еще и… Садистские какие-то. Да, конечно, и вот эти садистские методы, они считаются, что это как бы квалифицирующие обстоятельства. Есть еще четвертый пункт, там привлечение СМИ или соцсетей интернет-ресурса. Когда там это еще публикуется в виде видеороликов, само по себе, сам факт отпубликования, даже пускай секундные какие-то ролики, это уже отягчающие обстоятельства. То есть ты не должен, получая лайки каких-то в соцсетях подписчиков, ты не должен получать одобрение и провоцировать других, или создавать, так скажем, социум вот таких вот моральных уродов, живодеров. Это уже все становится преступлением. Ну и пятый там пункт, это когда в отношении нескольких животных. Тоже приведу пример, да, заходит группа подростков в подвал, там собака ощенилась, там щенята бегают, у всех новогоднее настроение, да, у подростков. Они петарды вставляют им взрывной частью внутрь, да, поджигают, взрыв там, черепно-мозговые травмы, щенки гибнут. Вот пример не просто группового совершения преступления, но и в отношении нескольких животных. Это все на сегодняшний день законодатель учел, статью расширил, и меру наказания, конечно же, этих человек. Ужасную историю вы рассказываете, конечно. Да и в десятки, в тысячи. Хорошо, что вы затронули социальные сети, и если вот это все имеет место быть, то есть ли у людей неравнодушных, у адекватных возможность реагировать? Более того, и правоохранительные органы, они же постоянно, есть такой термин, шерстики, мониторят интернет, конечно. Все факты с экстремизмом, жестокое обращение с животными, насилие над людьми, все этому дается оценка, потому что эта информация получаемая из официальных, открытых источников. То есть это на заметку тем, кто это выкладывает и думает, что это как-то поможет ему в жизни, совсем наоборот. Ну, набрать в основном лайков, подписчиков, как бы утвердиться в кругу вот этих невидимых социальных, ну, в социальных сетях друзей. Игорь Михайлович, давайте уточним, какие способы насилия считаются преступными? Их много способов насилия. Само поведение человека жестоко в отношении животного, неважно, в чем оно состоит. Животное страдает, получает увечья, умирает. Оно уголовно наказуемо. Это, может быть, морят голодом, не дают еды, ставят эксперименты, как они считают в учебных целях, в домашних условиях. Это может быть кромсание животного, разрезание по частям наблюдения, как он умирает. Это может быть, как это ни парадоксально, собачьи петушиные бои с животными. Они запрещены. Да, это жестокое обращение с животными. Дальше, это может быть, вот, случаи есть, когда с Азии везут каких-то экзотических животных. Разумеется, таможенник их не пропускает. Их пакетируют там под обычные вещи перевозные. В таможне все-таки вскрывают там трупы. То есть, животное задохнулось. Это тоже жестокое обращение с животным, потому что он косвенно умысел. Надо было предполагать, что оно задохнется. Оно извлечено было из естественной среды, дикое животное. Везли в Россию, к примеру. Неважно, какое животное. Это, может быть, проблемы были с дрессурой. Одно время, лет 15 назад, это вот поднималась волна. Дрессировка, да, животных в цирках. Где вот эта грань? Дрессуры, дрессировки для зрителей, чтобы выступления шоу были. И жестокого обращения, когда вот мы не видим то, что за кулисами ежедневно, как животных порой бьют, какое насилие причиняется. И препараты какие-то им полят. Да, какие-то препараты. В этом случае, может быть, водитель напился, в ролик был в соцсетях, сел на грузовую машину, направил его в стадо домашних животных, там, коров, кажется, и просто бил их, они там разлетались в дребезги. Вот этот способов человек на все способен. Самый, основной, зверь какой в природе? Самый жестокий. Это не тигр, не волк, это же человек. Мой следующий вопрос может показаться парадоксальным, но есть ли способы насилия, которые не будут считаться при этом преступными? Ну, их тоже много, конечно же. Это, предположим, ученые в лабораторных услугах готовят какие-то вакцины, опыты над животными делают. Это все узаконено, раз. Во-вторых, они не публикуются в соцсетях из каких-то там соображений хулиганских. Это может быть там травля, там, этих же там, ну, кого угодно, грызунов, там, отстрел животных, законы. Это охота, человек получил лицензию охотиться, это все тоже связано с убийством животного, с причинением его смерти. Но это легальные способы. При этом есть при совершении, вот если вернемся к преступным способам, есть еще и дополнительные, как бы, наказания. Это не только жестокое обращение животных. Если это будет краснокнижный зверь, разумеется, это другая статья. И если ты охотишься незаконно, тебя могут привлечь еще к административной ответственности в виде конфискации оружия, предположим, как предмета совершения преступления. Если человек по неосторожности нечаянно причинил все-таки боль животному, здесь предусмотрена какая-то ответственность? Да нет, конечно. Здесь только законодатель, почему и сконцентрировал внимание на умысле. Это, по сути, как правило, всегда сопряжено с живодерством. Это умысел. Ну, приведем пример, вот сейчас в ролик в соцсетях. Я у себя в соцсети перепостил, называется. Там молодая подросток, юная, живодерка в Подмосковной области, она ловит бродячих котят и снимает это на видео, и топит, как бы, даря им смерть, потому что это бродячие животные, как она рассуждает, комментирует при этом. Оно обречено на болезнь или на смерть. Вот пример уже патологии человеческой. Мы должны понимать, почему законодатель обратил сейчас внимание на эту статью. Она какое-то время была такая, тихая, в тени стояла, сейчас она активизировалась. Потому что насилие над животным – это первый шаг для того, чтобы в дальнейшем могло быть совершено насилие к человеку. Вот эти же неофашисты, на Украине сейчас вот слышу, вот эти организации военизированы. Гитлер-Юген в 30-е годы, да, они все воспитывались на чем? Подростков воспитывали на причинении смерти, сознательно пыток над животными. Они мучили там кошек, собак, птиц, привыкали к боли, к смерти, к страданию. Потом вот эти орды пошли в 41-м на восток, то же самое творяя уже над людьми. То есть у человека притупляется вот эта вот ступень, вот естественно, как бы отторжение от вида насилия. И вот поэтому в чем и опасность. И даже когда совершают люди тяжкие преступления и проводят психиатрические экспертизы, Институт Сердцкого, насколько знаю, регулярно какую-то статистику ведут. Многие вот эти же маниакально совершают, люди, совершающие маниакальные поступки, потом выясняют, что они с детства пытали, мучили, издевались над животными. Но это осталось безнаказанным. Поэтому на сегодняшний день, я как адвокат, я уверяю, что борьба с живодерами, она должна быть действительно действенной, эффективной, реальной со стороны полиции, я имею в виду борьба. Потому что если это как бы оставить без внимания, потом это зачастую может завершиться насилием, причинами смерти уже людям, детям. Фиксация этого факта, обращение заявления в полицию в общем порядке. Иные оперативные следственные структуры этим заниматься не будут, это не их подследственность. Полиция. Игорь Михайлович, спасибо, как всегда, за полезную и очень нужную информацию. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин